Когда я говорил про электрон, я сказал, что он может быть направлен северным полюсом наверх или северным полюсом вниз. Вы можете спросить, ну погодите, электрон же можно направить и северным полюсом направо, например. И штука такая, что в квантовой механике эти, вот, например, две конфигурации, электрон в состоянии направо или электрон в состоянии вниз, они как бы несовместимы. То есть электрон может быть в состоянии вниз и одновременно не может быть в состоянии направо или в состоянии налево. Все происходит из-за того, что состояние северного полюса вправо – это суперпозиция двух состояний. Состояние северного полюса вверх и состояние северного полюса вниз. Суперпозиция – это как бы сумма. Вы берете половину отсюда, для правильного количества не половину, но половину вот такого состояния, половину такого состояния, и получаете вот это состояние. Но если вы попробуете измерить одновременно фотон в состоянии, находится ли он в состоянии вниз и в состоянии вправо, вы такого не найдете, вы найдете только одно из них. Да, но главная идея, что состояние вправо – это вверх плюс вниз, а состояние, направленное влево – это вверх минус вниз. Да, то есть здесь минус не в смысле, опять же, не в смысле вы прибавляете, а в том смысле, что как бы фаза между состоянием вверх и вниз равна нулю, да, фи равно нулю, а вот здесь фаза между состоянием вверх и вниз. Фи равно пи, или 180 градусов, да, если вы помните, представите себе вот этот круг с синусом-косинусом, да, здесь у вас ноль, и у вас положительная плюс единица. Здесь вы, если прокрутите, у вас 180 градусов, и это минус единица. Ну вот минус один здесь в том же смысле вы не отнимаете, а в том смысле, что вы как бы говорите о относительной фазе в состояниях, как бы у двух состояний, более абстрактная штука, у двух состояний есть относительная фаза. То же самое и с поляризацией. У вас может быть такая поляризация плюс вот такая поляризация. И тогда вы получите поляризацию вот такую. А если вы возьмете такую поляризацию минус, вот такую поляризацию, минус – это такая линия, очень похожая, но вы уж извините, то получите вот такую поляризацию. Да, что еще интересно, что вы можете это чуть-чуть усложнить. Ведь вы скажете, а у нас же есть и здесь вот всякие штуки, здесь у нас плюс и, а здесь у нас минус и. Да, что ответ будет? Да, конечно. Вы можете взять, например, для электрона состояние севером вверх, плюс и севером вниз. Получите состояние, когда ваш магнит смотрит на вас. Мне сложно нарисовать в 3D, но представьте, что он смотрит на вас. То же самое с фотоном, но у него для состояния плюс и и минус и будут немного другие вещи. То есть вы возьмете фотон и соедините, поставите в суперпозицию состояние вертикальной поляризации и горизонтальной поляризации и получите циркулярную поляризацию. То есть его поляризация будет крутиться как бы вправо. А вы возьмете состояние вертикальной поляризации минус и горизонтальную поляризацию. И получите циркулярную поляризацию. То есть его поляризация будет крутиться, но сейчас влево. Это уже более абстрактные штуки И, наверное, чуть более сложные Но главная идея, что суперпозиция Вы как бы ставите Фотон находится одновременно И вот в таком и вот в таком состоянии С одинаковой вероятностью Если вы будете измерять его То, в какой он состоянии находится И одновременно с этим Ему соответствует какое-то определенное Новое состояние В котором фотон находится все время Это состояние циркулярной поляризации И так со всеми вы можете строить Новые состояния, интересные фотонов И что-то с ними делать Разные штуки И теперь мы вернемся Понимая принцип суперпозиции Мы вернемся к нашему Эксперименту с двумя щелями Когда фотон Значит, у нас есть щель А и щель Б И вот когда фотон Летит На эти две щели, да, это все один фотон И вот он Только-только вылетел из этих двух щелей Состояние фотона записывается Способ бытия Определенный способ, где фотон есть Но как бы не между Он не находится посередине Не здесь Да, он находится одновременно и в А и в Б Но в определенном смысле В А и в Б Совершенно в другом смысле Если бы мы записали А-Б, да То есть совершенно В противоположном смысле Чем А-Б Но отличить это Мы можем Отличить эти два состояния Мы можем только создав Интерференционную картину И посмотрев на это Да, то есть На самом деле Когда мы смотрим на наши Это уже чуть-чуть более непонятное будет Но я дорасскажу Помните, у нас есть интерферометр И когда мы смотрим на то Куда вылетает фотон Электрон Не важно То детектору 1 Если у нас это путь А А это путь Б Если фотон всегда вылетает в путь 1 Детектор 1 Это значит, что он находился в состоянии А плюс Б А если он вылетает в детектор 2 Это значит, что он находился в состоянии А минус Б Как раз в том смысле В смысле суперпозиции То есть он одновременно был На двух путях Но совершенно по-разному Разными способами Да Так что фазовый сдвиг Между ними был Либо П Либо 0 Да То есть вот эти фазовые сдвиги Они опять вернулись И как бы Вот этот принцип суперпозиции Он стоит как бы внутри На глубине В глубине всего квантового мира И там проявляется интересными способами Субтитры создавал DimaTorzok